Сегодня специально для тех, кто всё же решил установить дома настоящую новогоднюю ель, мы подскажем, как выбрать хорошую, чтобы она не осыпалась в первые несколько дней и стояла до старого Нового года. Для этого мы отправились на ёлочный базар. Кстати, только в городе Видны их организовано 4, а всего по району 8 согласованных с администрацией. Плюс торговые точки на землях владельцев коммерческих предприятий. Официальный сезон торговли вечно зелеными лесными красавицами открылся в Московской области 20 декабря. Так что же нужно знать покупателю во время выбора хвойного символа праздника? В основном, конечно, идёт цветок. Чем зеленее ёлка, именно насыщенный зелёный цвет. Это, например, у сосны у нас стоит сосна, а у неё насыщенный зелёный цвет. Она дольше простоит, потому что это свежая вырубка. В ассортименте русские ель и сосна, а также присутствует ель датская. Отличаются сосна от ёлки иголками. У нашей русской ёлки маленькие иголки, у сосны, конечно, у них большие иголки. Деревья на любой вкус и кошелёк. Самый бюджетный вариант от 650 рублей за метр. А тем, кому больше нравятся датские представительницы новогодней фауны, придётся выложить минимум 2500. Конечно, мы делаем скидки. Мы делаем скидки пенсионерам. Может, кому-то не хватает. Мы всегда уступаем. Идём на уступки людям. А многие ли жители вообще сейчас покупают живые ели? Вообще, я люблю живую ёлку, потому что всегда пахнет доме сосной. Это чувствуется, что приходит Новый год. Но, к сожалению, сейчас вот дети маленькие, чтобы они не ломали эти ёлочки, ставим искусственную, конечно. Ну вот, Жорик пошли гулять, и мы ему ёлочку маленькую сдала, чтобы запах всё-таки новогодний у нас был всегда в квартире. Потому что от неё настоящий запах ёлки. Ну, потому что зелень, запах, свежесть дома и красота. Ну, я думаю, что их специально выращивают к Новому году. Надеюсь, что это не в лесу, не срубили ту ёлку, которая должна много лет расти. Не стоит беспокоиться. Все хвойные деревья были выращены в специальных питомниках и срублены за две недели до продажи. И если всё же вы хотите, чтобы в вашем доме среди новогодних ароматов был не только запах мандаринов, шоколада и шампанского, то вот несколько советов, как сохранить ёлку подольше. Поставить её необходимо в ведро с влажным песком. Поливать каждый день водой с добавлением нескольких ложек сахара и таблетки аспирина. Также можно насыпать немного соли. И главное, устанавливайте дерево подальше от приборов отопления. До праздника осталось совсем немного времени. Но у вас ещё есть возможность принести в дом главный символ Нового года. Ведь ёлочные базары в городе Видное будут работать до 7 часов вечера 31 декабря. Надеемся, что наши советы вам помогут.